Добрый день уважаемые радиослушатели в эфире интернет портал радио центра сангейт и мы начинаем наши программы сегодня у нас четверг 12 мая в чикаго 11 часов 3 минуты на западном побережье с 9 часов 3 минут на восточном 12.03 ну а в москве в это время 7 часов вечера и как всегда по четверга мы начинаем нашу программу и она называется женская гостиная это авторская программа анастасии хручинской ну и как всегда у анастасии гость которую она сейчас представит сама речь идет о психосоматике заболеваний настя добрый день во первых здравствуйте миша доброе утро добрый день дорогие радиослушатели добрый вечер москвичи и гости столицы так и хочется добавить хотя бы гости сегодня из санкт-петербурга из нашей северной столицы лен и со мной в эфире сегодня елена гладенка леночка добрый вечер да и лена а врач-онколог психолог и консультант по глубинным причинам заболеваний и наша тема у нас сегодня очень серьезная тема но я надеюсь что мы не будем очень грустную какую-то специфику сваливаться потому что лена исключительно позитивный и удивительный человек и когда ты на нее смотришь на наши друзья если вы видели фотографии которые мы в наших социальных сетях постили лена на лену смотришь и сразу думаешь о том как прекрасной жизни какие удивительные совершенно женщины в нашей стране живут вот и лена также специалист по психосоматике заболеваний счастливая гармоничная любящая жена мама и она сегодня предложила такую сложную тему как из болезни сделать друга и хотя мы уже неоднократно обращались к теме психосоматических заболеваний но мне кажется тема не исчерпаемая и лен еще раз привет и я хотела все таки как бы вот обозначить общую такую канву нашей беседы что же такое болезнь болезнь да как мы обратили данное внимание то есть когда человек болен да это какие-то неполадки на уровне физического тела то есть до психические заболевания то есть это какое что то а что отличается от нормы то что приносит нам боль и то что отвлекает нас то есть но как бы нас это наверно согласна что если человек болеет то ему вообще не до чего до ему до денег ни до отдыха не до духовного развития то есть не до чего это то что это фундамента того как мы живем то есть когда мы здоровы мы можем развиваться когда мы больны, то нам, к сожалению, ни до чего нет дела. Ну, на самом деле, да, я согласна, особенно если, когда уже болезнь индексируется как болезнь, то с точки зрения Эрведы, да, болезнь, она развивается на нескольких, в несколько этапов, и когда уже происходит видимая стадия, то это уже 3-4 стадия болезни, то есть это уже запущенный такой процесс. Конечно, заболевания бывают разные, иногда, особенно какие-то хронические вещи, мы к ним привыкаем, да, и мы уже учимся с ними жить каким-то образом, хотя это не есть хорошо, вот, и как в моей практике я столкнулась, что большинство людей, они находятся вот в состоянии нездоровья, то есть они, может быть, еще болезнь не совсем вступила в свои права, да, но нездоровье уже есть, то есть реально здоровых людей, на самом деле, очень редко они встречаются, вот, ну, я надеюсь, как это все-таки вопрос этот разрешить. Да, я бы хотела поговорить и обязательно вот оставить время на то, чтобы мы могли прямо сегодня начать что-то применять, да, чтобы стать более здоровыми. Сейчас давайте тогда, если Настя уже затронула, поговорим вот об этих шести стадиях, да, как говорится в июрведе, что такое болезнь, да, что проявленная стадия, это пятая стадия, да, первая стадия, это как раз психосоматическая стадия, это момент, когда действует наша психика, да, возникают какие-то неправильно прожитые эмоции, какие-то неверные установки, какие-то вот преобладания негативных каких-то эмоций, наши чувства, то есть все это влияет на физическое тело, да, это первая стадия, то есть это самый корень болезни. Я раскрою потом побольше тему вот этой психосоматики, сейчас пройдемся по стадиям, чтобы не запутаться, да, чтобы иметь какую-то последовательность. Вторая стадия – это энергоинформационная стадия, когда нарушается уже поток в наших каналах, да, и в чакрах, те, кто знаком с йогой, тот знает, да, в семь чакр, то есть каждая блокирует определенные эмоции, и вот эти каналы, да, и допингала сушума, то есть основные каналы. Говорят, что, ну, не говорят, а это действительно заказано даже нашей, да, современной медицине о том, что позитивный человек, он всегда находится с прямой спиной, то есть это как бы автоматически происходит, то есть даже актеры, вживаясь в роль, то есть они как бы сутулятся, и через какое-то время человек становится неуверен в себе, то есть даже что эмоцию может действовать на тело, так же через тело, да, можно действовать на эмоции, то есть когда у нас прямая спина, энергия идет вверх, и когда у нас спина искривлена, энергия идет вниз, да, и это нарушает общий поток, то есть если, ну, потом решить, мы поговорим по чакрам, какая эмоция какую закрывает. То есть не зря нам говорили в детстве следить за осанкой, да, то есть это в этом есть такой сакральный смысл получается. Да, 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 и не зря нам говорили, что все болезни от нервов, да, все, это как раз первая стадия, поэтому третья стадия – это вот нейроэндокринный выход доши за равновесие, это как раз вот июрведа, да, это вот когда мы неправильно питаемся, не знаем свою конституцию, не используем правильно, да, время пищеварения, когда и какие продукты, то есть мы просто едим, как нам, думаем, как мы привыкли, да, то есть какие-то вот не используем эти вещи. Четвертая стадия, да, это, наверное, такая самая стадия, на которую проще всего повлиять, это эндотоксическая стадия, когда скапливаются токсины у нас в организме, вот, и признаки, да, скопления токсинов, как сказал Настя, что здоровых людей у нас нет, да, признаки скопления токсинов, это там с утра обложенный язык, то есть к вечеру у нас уже усталость, ломкость ногтей, волос, сухая кожа, ну, там перечислено просто множество, да, то есть это весь, у каждого человека, то есть до токсической стадии, думаю, что многие из нас дошли. Вот, чтобы они передоходили в какой-то момент, ну, то есть мы все-таки надеемся, что наши радиослушатели, мы здесь для того, чтобы жизнь улучшить, и чтобы им было не так грустно, но все-таки мы доходили так или иначе когда-то до этой стадии, да. Ну да, доходили, потому что следующая стадия как раз проявленная, заболевание, когда мы уже идем к врачу, когда мы уже приходим, да, с заболеванием, и вот это уже симптомы. И шестая стадия – это терминальная, либо болезнь переходит в хроническую стадию, когда обратный процесс уже невозможен, да, либо удаление органа, то есть, ну, удалили, да, что-то вернуть, как бы ты ни работал по всем пяти стадиям, уже не будет невозможно. Вот, вот эти шесть стадий, как бы, хотела рассказать, почему именно психосоматике нужно уделить время, да, потому что это корень всего, да, это первая стадия. Вот. Сейчас, наверное, давай. Давай, давай, тогда перейдем. Почему же нужно уделять время психосоматике? Да, давайте тогда перейдем. То есть, психосоматика, она говорит сама за себя, то есть, это влияние психики на наше тело, да, то есть, что подразумевается вообще, дословно переводится «психа» – это душа, сумма – это тело, но душа у нее природа вечной любви, да, то есть, что здесь подразумевается, это, ну, наш ум, наши чувства, наши, ну, как бы органы чувств, наши эмоции, наши установки, то есть, даже вот такие фразы, они очень влияют, как там «не хочу тебя слышать», «не хочу тебя видеть», то есть, мы так часто произносим такие фразы и почему-то не обращаем на это внимание, хотя когда… Даже в шутку, да, вот если мы говорим… Да, в шутку это очень часто используются. Вроде только смеять, да. Да, но в то же время, когда мы, да, там, загадываем желание или обращаемся к Богу, то есть, мы как бы хотим выборочно, чтобы он услышал это, но чтобы вселенная, допустим, не слышала этого или, ну, как-то вот, да, на самом деле все фразы, то есть, все слова имеют какое-то значение, поэтому установки тоже нужно менять, и, ну, много бывает людей, у которых там находится в одном помещении, там открыли сквозняк, ну, все уверены, что все будет в порядке, но у одного человека есть убеждение, что все, сейчас его пройдут, и обязательно это убеждение срабатывает, и, ну, про убеждение я бы хотела, ну, отдельно рассказать, да, почему я врач, обычный врач, онколог, пришла к этому, то есть… Да, вот это, на самом деле, очень интересно, ты мне прям мой вопрос предвосхитила, то есть, ты врач классический, а лопатической медицины, да, такой, в общем, должна быть очень жесткая, почему вдруг психосоматика, мне, кстати, вчера даже мне звонила моя подруга и спрашивала про наш эфир, и она говорит, ну, вот, а как же, так вот, такое сочетание, поэтому было бы очень интересно, конечно, если ты уделишь этому внимание, как вот так вот получилось, обычно врачи все-таки классические, они как-то, ну, с подозрением, может быть, относятся к психосоматике, или это мое предубеждение, не знаю, или здесь это в Америке очень заметно, да, они как-то так это… И все, будем так лечить, и больше никакими способами не будем работать. Да-да-да, это, к сожалению, то есть, это и у меня такое тоже было, то есть, это так учит нас, да, что человек – это не человек, это орган, да, это симптом, то есть, мы так и называли, у тебя там кто был на приеме? Ой, у меня язва там была, там, ну, как бы, то есть, он даже так рассматривается в шутку, то есть, человек, он даже не рассматривался как, ну, как что-то целостное, то есть, он рассматривался системой, то есть, зашел человек, вот такая таблетка, неважно, у них у всех разные причины, но это было неважно. Важно было, ну, действовать по схеме, по системе. Ну, что меня привело, то есть, когда мы были в онкологии, то есть, мы проводили исследование препаратов, то есть, ну, на самом деле, везде приводят исследования аппаратов, то есть, как это происходит, новый препарат, когда берется группа людей с одинаковой опухолью, там, одинакового возраста, стараются подобрать, чтобы одинаково оценить, с одинаковыми какими-то условиями. Им дают препарат, значит, половине дают химиопрепарат, новый препарат, который следуется, а второй половине дают препарат просто физраствор. Они в черных пакетах, и никто не знает, кому какой препарат дают. Дальше после этого оценивается эффективность препарата, смотрят, насколько уменьшилась опухоль, какие последствия, какие осложнения. И есть эффект плацебо, то есть он в медицине есть, его никто не отрицает, он всегда есть, его часто используют, но особо на него не обращают внимания. И смотрят, чтобы этот эффект плацебо не превышал, по-моему, 12%, то есть точно уже, как бы, не помню. И, значит, меня очень интересовала вот эта группа людей, которые капали просто физраствор, и у них тоже были люди, у которых уменьшалась опухоль. Ну, как бы, да, просто физраствор, и уменьшается опухоль. То есть я долго проводила с ними время, то есть расспрашивала, потому что мне было это очень интересно, то есть человека, в принципе, можно не лечить, и он может вылечиться, да. И, то есть эти люди, они всегда были убеждены, то есть у них было очень сильное убеждение в том, что они, что им достался препарат, потому что это их последний шанс, там, да, ну или какие-то там, или нужно, там, детей в основном. То есть они просто верили. И им капали физраствор, ну и втошнило, как при химиотерапии, они, как бы, лысели. То есть это все видят. Я, в общем, обращалась к врачам, что давайте, как бы, вот это направление развивать, почему нет. Мне говорили, что, ну, как бы, займись, иди в операционную, и нет, не мешай людям. Мы пришли на работу, да, то есть это как... Сначала это, как бы, приходят студенты воодушевленные, но когда это врачи, то есть, ну, изо дня в день, изо дня в день, да, то это становится просто работой. Просто вот обычной, как бы, работой. Черствеешь, да. Ну, и черствеешь, и так становишься действительно, конечно, просто работа. Да, еще вот в институте, хотела рассказать, что мне вот еще в институте задело, но тоже как-то не до конца я это довела, нам рассказывали вот как раз случай про эффект плацегу, про все вот эти вещи, что два снимка, то есть делали врачу снимок, ну, обычный профилактический, и пациенту с опухолем. И снимки перепутали. И когда, ну, пациенту с опухолем сказали, что у вас все в порядке, вы как бы можете быть свободны, да, а врачу сказали, что вот у него опухоль. И как убеждение, то есть на самом деле-то человек не болел, он просто себя убедил, да, и убеждение привели одного к тому, что он прекрасно жил, пока не разобрались в этом вопросе, а второго довели, да, онкологической болезни. Это известный случай, то есть я знаю, что его там в газетах писали, то есть его нам рассказывали в институте, и еще тогда очень заинтересовалась этим вопросом, что можно же попробовать через вот это действовать, то есть действовать не лечать человека, да, а меняя убеждения, меняя какие-то вот вещи, да, на то, что... Ну, на самом деле, это часто применяли там бабулечки, когда, ну, ночью хочется спать врачу, да, а приходят там бабулечки, спать не могу, там, не хочу, или еще что-то, то есть не могу уснуть. Ты ей даешь обычную аскорбиновую кислоту, и говоришь, что это, ну, супер, там, известный препарат, германский какой-нибудь, и она спит, там, ее не разбудить потом, говорить, что никогда не спала, то есть это она просто поверила, то есть и такое очень часто действует, даже я с подругами, там, ой, голова болит, не могу, я им тоже даю обычную какую-нибудь, знаю, витаминку, и говорю, что это анальгин, и все прекрасно работает. На самом деле, это, ну, вы сами можете проверить, это действительно работает. А скажи, пожалуйста, это на всех работает вообще, вот, как ты считаешь, для всех людей, ведь есть люди же, которые вообще, вот, ну, такие агностики, да, они ни во что не верят, они ничего, ни во что не убеждены, вот для них работает. Потому что есть известная такая, я всегда рассказываю случай про физика Нильса Бора, да, которого над дверью висела подкова, и на каком-то приеме один из журналистов у него спросил, ой, вы же физик, вот вы верите, что подкова висит, он говорит, вы знаете, говорят, человек, который мне дал эту подкову и сказал, чтобы я повесил мне над дверью, сказал мне, что не важно, верю я в это или не верю, она все равно работает. Так вот, все равно работает или не работает? Как вообще, вот, что вот именно, какая отправная точка, да, здесь? Ну, отправная точка – это вера, да? То есть вера, как оно в виде, да, оно никуда не пойдет, да. То есть мы, это если мы берем убеждение, то есть психосоматика – это не только убеждение. То есть мы просто сейчас разобрали какой-то, да, аспект, это также и накопленные эмоции, то есть когда мы постоянно, то есть вот люди просто не совсем понимают слово эмоция, то есть никто не задумывается, ну, эмоция, да, то есть я расстроился, там, я испугался, там, я разозлился. Но на самом деле за каждой эмоцией идет целая последовательность биохимических реакций. То есть человек испугался, да, у него выработался адреналин, произошел спазм сосудов, произошла ишемета, да, то есть это привело к какой-то боли. То есть это целая последовательность реакций. И когда человек, то есть ему кажется, что ничего страшного, я хожу и целый день переживаю скандал, который случился с утра. И ему кажется, что, ну, он просто грустит. Но в норме, да, как бы считается, что человек, когда нормально работает наша система, да, когда я вот расскажу, как, что есть ночное пищеварение, когда наш ум раскладывает вот эти вот ситуации, которые произошли, когда есть вот, да, пищеварение, переваривание эмоций. Вот, когда это все правильно работает, то есть мы испытываем минут 15 сильно эту эмоцию, то есть дальше мы начинаем задумываться, да, почему, для чего пришла эта ситуация. То есть человек разбирает эту ситуацию и идет дальше. Но, к сожалению, часто происходят вот эти вот вторичные эмоции только потому, что человек просто не осознает, какой он вред несет. То есть он, как бы, все время повторяет вот это вот одно и то же. То есть он нервничает, а продолжает вот эти вот ферменты, то есть, да, гормоны, то есть они продолжают вырабатываться. То есть любая эмоция, фактически, она вызывает определенный биохимический процесс. Да, абсолютно любая. И мы, на самом деле, вот сейчас все, практически все люди, автолюбители, да, в той или иной степени, вот, скажем, такая совершенно рядовая ситуация, да, мы едем, дорога, это очень, ну, опасная, и какие-то эмоции там кто-то подрезал, кто-то что-то, и сразу вызывается определенная эмоция, да, и мы же с этим тоже, тоже идет реакция сразу в организме, правильно я понимаю? Да, но если она прошла, то есть, ну, как бы мы живые люди, да, мы не роботы, мы испытывать эмоции, это абсолютно нормально, то есть, да, он мне подрезал, да, я разозлилась, ну, как бы, да, что, но если он уже уехал, да, и я еду дальше, и, не знаю, там, о чем-то думаю, ну, как-то, да, что-то там, что-то пою, да, то это как бы одно дело, но если он уехал, а я продолжаю еще три часа, как он так мог, да, надо было его тоже подрезать, да, надо было, надо было вот так, надо было вот этого, да, вторичная эмоция, она вот как раз и есть, вот эта причина психосоматики, когда мы, ну, либо задавливаем эмоцию, я вот такая хорошая, я такая благостная, не могу злиться там, да, то есть я задавливаю эту эмоцию, но если, допустим, я задавливаю печаль, мелатонин, да, гормон, то я задавливаю автоматически и радость, потому что радость, она как бы противопоставляющая, да, то есть мы сначала грустим, да, легли, поплакали, а потом у нас такое, да, приходит спокойствие, то есть начинает вырабатываться серотонин, то есть это противодействующие эмоции, и они одна другую дополняют, то есть задавливая одну, мы как бы задавливаем и другую, то есть нельзя задавливать, И надо стараться останавливать вот эти вторичные эмоции. То есть понимать, что на самом деле я сейчас продолжаю не просто мыслить в голове вот эту кашу, а я продолжаю вот этот ряд реакций. И эмоции – это же определенная энергия. Она никуда надевается, она накапливается в теле. Ну, в зависимости от того, какая эмоция, есть какие-то определенные места, где какая, накапливаются. Ну, на самом деле здесь, в отличие от современной медицины, нет такого, что четкая классификация. То есть каждый человек абсолютно индивидуален, с какими-то своими особенностями. Но все же, так же, как каждый орган несет какую-то физическую функцию, так же он несет какую-то эмоциональную нагрузку. То есть по органам можно определить, какая... Давай вот по женским органам, по женщинам, потому что у нас все-таки программа для женщин, в большей степени женская гостиная. Какие именно у женщин типичные такие ситуации бывают, которые можно обобщить? Я тоже согласна, что все-таки человек индивидуальный. И вот мое изучение Ирведы как раз дает мне обоснование того, что всегда нужно очень-очень индивидуально к человеку подходить. Никогда нельзя ничего обобщать. Но, тем не менее, все равно есть какие-то такие примеры, которые можно применить для всех? Ну, да, то есть есть общие, безусловно, примеры. То есть возьмем, если, ну, женщин, да, то есть это что? Это у нас матка, да, яичники, шейка матки. Вот, у них общее это непринятие женственности, да, то есть какое-то отрицание своей женственности. То есть это в зависимости здесь еще не только как место, допустим, а еще плюс заболевания, да, то есть если это онкология, да, это обида какая-то, да, обида, очень серьезная обида с каким-то, с какой-то злостью, да, накопленной. Вот, то это, например, там, допустим, онкология яичников, да, то есть это, ну, женщина обижена на какого-то, то есть разбирать нужно здесь, то есть искать обиду и, допустим, правый яичник, да, то есть еще психосоматика разбирается по частям тела. То есть правая – это мужская часть, то есть отношения с мужчинами, с папой и социальные отношения, то есть внаружу, да, то есть как бы. И левая часть – это женская, материнская и вовнутрь, то есть то, что направлено вовнутрь на нас. Допустим, правый яичник, да, у женщины онкология, правого яичника, то есть это обида на какого-то мужчину, который была задавлена, не пройдена, да, и вот накопилась таким определенным способом. То есть наше тело, оно еще постоянно пытается эту эмоцию как бы повторить, то есть на самом деле все замечают, что у нас часто бывают ситуации, которые повторяются, да, то есть они постоянно повторяются, но мы испытываем одно и то же. Это тело пытается как бы от нее избавиться от этой эмоции в надежде, что мы ее сейчас правильно проживем, что мы сейчас наконец-таки возьмемся и проживем ее, потому что удерживать эту эмоцию внутри очень сложно, то есть на это тоже тратится энергия, то есть у человека нет, чтобы там развивать как-то свои творческие способности, еще что-то, да, ему приходится удерживать эти эмоции, то есть и чем больше, чем больше этой энергии, тем больше нужны сил для того, чтобы ее удержать. Вот, и в какой-то момент накапливается, что становится уже проявленным, да, и вот здесь нужно там, допустим, работать вот так. То есть это всегда какие-то женские заболевания, это еще отношения с мамой, да, матка, оно в общем-то имеет корень мамы, да, то есть, ну, тут у всех индивидуально, то есть либо это отношение с мужчиной, либо это отношение с мамой, либо это что-то с отрицанием своей женственности. Скажи, пожалуйста, вот ты как специалист считаешь, сам человек может разобраться, или все-таки нужно к кому-то идти, кто может, кто должен, кто поможет с этим? Скажу, что все люди абсолютно разные, у нас разный уровень, да, и с каждым я работаю по-разному абсолютно, некоторые не готовы работать, а некоторые просто, ну, как бы, на каждом уровне я подстраиваюсь, все индивидуально. У меня подруга вылечилась от онкологии шейки матки, беременная, да, беременность, она ускоряет онкологию по десятки раз, то есть, да, ну, как бы, ей предложили сделать аборт и лечить, но, как бы, она решила, что без ребенка ее жизнь, ну, как бы, она не сможет сделать аборт, и, в общем, не увидела в этом смысла, она решила работать сама. И она смогла, то есть, ну, как бы, есть в зависимости от силы, да, человека, то есть у нас у всех разная сила, да, кто-то способен, то есть она смогла пережить эту боль, то есть разбираться в этом вопросе. Вот недавно она родила, как бы, девочку, и все хорошо, диагноз ей сняли. Вот, хотя, ну, как бы, всю беременность ей уговаривали это сделать. Вот, а некоторые люди, ну, на самом деле, как устроен наш ум, он просто не пойдет в боль, да, ну, как бы, его функция, на самом деле, защитить нас от боли и дать нам наслаждение, да, научить нас наслаждаться. Ну, как вот я тут на тренировке была, мне как раз вот инструктор показал, то есть она говорит, ну, там, садимся на стол, начинаем наклоняться. И первый раз, как бы, я наклоняюсь, и не могу достать до пола. Она говорит, ну, ты не бойся, ты сейчас своему уму покажи, что там пол, что ты не упадешь. И как только, как бы, я своего ума успокоила, что ничего страшного не случится, то есть, как бы, я сразу смогла. Поэтому другой человек нужен для того, чтобы помочь вывести боль, если ты сам не можешь в нее зайти. Поэтому по-разному, 50 на 50. Кто-то работает сам, кто-то работает с кем-то, но в любом случае здесь действует какое правило в психосоматике, которое не действует, то есть в таком. То есть, если врач приходит к обычному доктору, да, он что хочет? Он перекладывает свою ответственность. Он говорит, доктор, сделайте со мной что-нибудь, мне больно. Да, и он, дайте мне таблетку, дайте, решите мой вопрос. Да, то есть, я не буду решать вызовы меня, решите этот вопрос. То есть здесь в психосоматике это не работает. Я когда только начинала консультировать, я с этим столкнулась. То есть, люди ко мне стали приходить с перекладыванием на меня ответственности. То есть, давайте мне практики, а почему не так, а почему у меня не работают, а почему вот это? То есть, здесь как бы даже совсем другой девиз. То есть, да, если в такой медицине, там, не навреди по Юрведе, там, да, желаю всем счастья, благополучия, что тут я хочу, чтобы все были здоровы, да, ну, как дословно я не помню. И, а здесь, то есть, я здоров изначально, да, если у меня есть болезнь, это моя ответственность. И если я ее притяну, я же могу ее решить. То есть, здесь я показываю направление и подсказываю, как можно это сделать, да, и где самая болезнь, точка. А люди работают сами, как вот, я им всегда привожу вот эту фразу, что нельзя бедных сделать богатыми, отобрав богатство у богатых. Нельзя слабого сделать сильным, отобрав, ну, обессилив, да, сильных. Также нельзя за человека решить то, что он должен и обязан сделать сам. Это его задача жизненная, это его карма. То есть, ну, какие-то его, без за него решить не получится. То есть, в любом случае, за него решить не получится. В любом случае, ему придется работать над собой, отслеживать эти эмоции, отслеживать какие-то ситуации, проводить прощения, то есть, отпускать, то все равно придется ему это делать самому. То есть, я как бы как проводник, который поможет, ну, направить, да, выявить это, подсказать, поддержать, то есть... Здесь получается первостепенный, такой важный момент, который мы должны, когда мы обращаемся к специалисту именно с проблемой психосоматики, мы решаем, что болезнь это, мы не рассматриваем ее как наказание, и не относимся к за что, а мы пытаемся именно вот эту ресурсную часть болезни, понять, что мы должны изменить в своей жизни, для чего нам это дано. Вот тут, наверное, такой момент очень важный. Да, здесь он очень важный, то есть по болезни можно отследить, какой-то жизненный урок. Вот, допустим, даже вот у меня у старшего ребенка, он родился, да, и у него там в три года обнаружили камень в желчном пузыре, да. Но это же как бы врачи говорят, это невозможно, это первый случай, мы такого не видели, да. Ну, вырастет, мы его удалим. Но на самом деле, понимая, то есть я тогда была, то есть я всех на уши подняла, профессоров, то есть все разводили руками, мы не знаем, как может камень образоваться в таком возрасте, да. То есть он, скорее всего, вообще родился с этим камнем, да, просто не делали тогда. Вот, и потом, когда я стала заниматься психосоматикой, я как раз разгадала этот секрет. То есть что такое камень, да, то есть это какая-то уже такая серьезная накопленная злоба, да, какая-то вот такая серьезная, то есть если это уже камень, это не песок, то есть это уже прямо такая прям озлобленность, да. Плюс желчный пузырь, что такое желчь, да, это вот такой желчный человек, он зависливый такой вот, ну, злой, да. и потом мне астролог говорит, что вот у него в прошлой жизни вот это, вот это, а задача-то его в жизни научиться вот эту вот свою озлобленность, вот эту свою злобу, да, трансформировать в любовь, то есть изменить на самом теле, вот он родился, он в прошлой жизни не решил эту задачу, и родившись сейчас, то есть он уже, у него тело ему подсказывает, то есть это не наказание за что, как, почему это случилось, а на самом деле это подсказка, вот здесь работаю, вот здесь, вот в этом направлении. А как бы трёхлетний ребёнок же, как же он-то может работать? Нет, он не может, безусловно. Через маму, да, сначала? Да, да, да. Мама просто, учитывая эти вещи, да, что у него, то есть она просто начинает его, ну, как-то его учить, да, в момент, где он озлоблен, объясняет, что, ну, там, это нормально, там, ты злишься, но на самом деле, то есть, и показывать какие-то хорошие стороны, что мама должна направить ребёнка на то, чтобы он начал менять, ну, и потом, конечно же, это уже будет его задачей, ну, я стараюсь, да, трансформировать его злость, любовь, ещё, как бы, ну, вот камни в желчном пузыре это люди, которые, ну, говорят одно, а делают другое, и это абсолютно сто процентов, сколько у меня знакомых, это просто одно и то же. То есть они говорят одно, делают другое, и ничего с этим поделать не могут. Ну, вот тоже как-то я стараюсь, как бы, внести своего ребёнка, что это нужно, что мужчина словом сказал, либо не говорит, то есть, ну, как-то вот стараюсь дообъяснять. Ну, детская психосоматика, это вообще отдельная тема, дети нам, они транслируют заболевания отношений взрослых, да, то есть вот у меня недавно была женщина на консультации, у неё первого ребёнка, как бы, ну, аллергический дерматит, у второго ребёнка родился то же самое, да, и она у меня спрашивает, что это может быть, как мы можем, да, да, и, ну, я ей говорю, что это, то есть ребёнок транслирует вам вас, то есть скорее всего у вас какие-то ограничения, то есть, да, вы как-то отдаляетесь в отношениях с мужем, то есть, да, кожное заболевание это какое-то отдаление от людей, то есть какое-то, то есть я хочу себя отстранить от них. То есть вы, то есть какие-то вот такие вещи, да, и выяснилось, оказывается, когда, как только рождается ребёнок, муж её уходит, то есть он уходит, и, ну, как бы его нет, пока маленький ребёнок, он не может в него не потратиться. Отстраняется, да? Да, 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 он отстраняется. И деть один показал, что родители не прошли урок, то есть второй родился с таким же, и уже дошло до лимфостаза, то есть уже дошло до операции, поэтому она ко мне обратилась, то есть мы с ней разбирали, что такое там лимфатическая система, что если уже лимфостаз, а лимфа, да, у нас убирает всё ненужное, да, из организма. Токсин, то есть она защищает наш организм, это значит, что человек абсолютно не умеет вот отпускать эти негативные эмоции, то есть он даже не позволяет их себе выражать. И, в общем-то, мы это всё определили, и, ну, даже поговорив, то есть уже такие серьёзные ситуации, то есть даже поговорив с мужем, они решили, ну, как-то сближаться, и у ребёнка действительно стало проходить. То есть, как бы дети, они нам чаще показывают то, что у нас, то есть у них часто болят уши, да, если как бы заметили, да, у детей часто бывают атипы. Они просто не могут слышать то, что происходит, не могут слышать скандалы какие-то, они устали от каких-то разборов, претензий, то есть они показывают, что, ну, как бы остановитесь, родители, да, и, ну, как бы, когда мама оставляет детей с бабушками или где-то, они начинают сильно болеть, то есть таким образом дети показывают через тело нам, что отражают. Да, то есть детская психосоматика, она вот такая. А скажи, пожалуйста, такой сложный, на самом деле, вопрос, особенно для женщин, когда детки инвалиды рождаются, да, уже они по рождению с какой-то проблемой, что в этом случае, вот с точки зрения психосоматики, это нам показывает? И вот ты как раз сказала о том, что один ребенок рождается, я тоже здесь вот в Америке, особенно в Калифорнии, здесь вот такое заболевание, как аутизм, оно сплошь и рядом, и я видела несколько семей, где первый ребенок, второй ребенок, и вот они с этим страшным диагнозом рождаются. Что вот это значит? Сложный вопрос. Да, про аутизм я даже не сталкивалась, не аутизм не задумывалась над этим. Я просто действительно, у меня есть несколько реальных примеров, к сожалению, как раз детей с нарушениями генетическими, когда дети рождаются с каким-то таким диагнозом, который, ну, он жизнеспособен, но это ребенок инвалид, он обречен, и что это значит вообще в психосоматике, как к этому относиться, как жить с этим? Ведь женщина же тоже себя винит, да, и, ну, в общем, все тут начинают искать виноватых, я понимаю, что мы же не в себе прежде всего проблемы ищем, а все кругом. Почему, да как, да, так произошло? Ну, здесь, да, здесь, ну, генетические заболевания, это как, здесь, конечно, получится работать только с человеком, который, ну, готов к какому-то осознанию, да, который понимает, что я не тело, я душа, да, который понимает, что я несу ответственность за свои поступки. То есть, допустим, ну, в этой жизни, да, мы, например, сломали ногу, да, сегодня ложимся спать, на следующий день просыпаемся, а гипс еще есть, да, то есть гипс еще не разрешена. И то же самое, это генетическое заболевание, то есть одна жизнь у меня закончилась, да, и я рождаюсь в этой жизни, то есть еще продолжаю рождаться с этой задачей, то есть я до сих пор ее не разрешил. То есть у нас бывают такие консультации, что, допустим, ну, женщина, она родилась, да, и ей удалили матку, яичники, ну, как бы, да, вот как женщина жить с таким, да, с такой ситуацией, то есть ничего в общем не случилось. Заболевание, да, онкология в раннем детстве, и такая случилась ситуация. И мы с ней когда стали разбираться по, ну, по роду, да, по каким-то ситуациям, то есть мы зашли с ней в прошлую жизнь, но это только с осознанными людьми можно делать, которые понимают. И увидели, то есть это не я увидела, это она увидела, прочувствовала, да, эти все ситуации, то есть как она в прошлой жизни делала аборты, то есть от нее ушел муж, она обозлилась, то есть она прям пережила вот это вот все состояние, прочувствовала, и она очень сильно обозлилась на этот мир и начала делать вот какие-то подпольные аборты, да, и она прям вот, когда она закончилась консультация, у нее раз и навсегда пропала претензия к этому миру. То есть все, что у меня есть, я с такими людьми так разговариваю. То есть все, что у меня есть, я притяну свою жизнь сам. Своими поступками, своими какими-то вещами. То есть это все моя ответственность. Ответственность равна силе. То есть я не виноват в том, что я ответственен за это. И я могу это изменить. То есть много таких было даже. Подружка у меня, у нее экзема с детства. И это выглядит, знаете, как вот такие вот ожоговые такие вещи, да, на руках. То есть она просто выпадает из жизни. Ничего не может с этим делать. Самое главное же здесь первое это принять. Принять сложнее всего. И здесь мне приходится их консультировать. Это уже когда мы стараемся рассматривать какие-то прошлые жизни. Некоторые там одна женщина у меня была просто ходила на гипноз. И тоже она увидела, что когда-то она вот что-то подожгла. То есть какое-то действие, каждое действие несет последствия. И я вот с этими пациентами рассказываю им об этом. Да, что любое действие несет последствия. И что-то вы такое сделали. И нужно это принять. И по тому, какая часть отсутствует. То есть можно подумать, поразмышлять. Либо если человек готов, можно проконсультироваться. Вот про родовые консультации. Да, когда можно посмотреть, что было в прошлой жизни. Почему я притянула. Но это не поможет. То есть это только поможет увидеть и не злиться больше на этот мир. Почему со мной сейчас это происходит. Да, ну это очень такое облегчающая терапия. Потому что, наверное, не все люди, не всем людям можно помочь. Да, и не у всех людей болезнь проходит. Это тоже нужно понимать. То есть это не волшебная такая таблетка, да, вот психосоматика, которая точно твою болезнь, она излечит. Здесь, наверное, тоже такой должен быть осознанный подход, нет? Ну, это не совсем так, а мне кажется, да, что на самом деле, ну, здесь не все от нас зависит, да. Все излечить может только, да, что-то кто всем этим владеет, да. То есть это Бог. Пожистая энергия. На самом деле, да. Все остальное, то есть мы всего лишь здесь люди. То есть если человеку дан урок, то есть у него даны, то есть всегда видят, да, то есть это видят прекрасные где-то астрологи, то есть у людей там с какими-то серьезными заболеваниями, у них всегда есть силы на ее решение. Но если ты погружаешься в жалость к себе, в обвинения, то есть, ну, то здесь как бы ничего не получится. Здесь вот я работаю с людьми долго вот коучем, то есть мы потихоньку начинаем рассматривать, что такое вообще карма, как она закладывается, почему, что зачем происходит. То есть потихоньку их вытягивать из состояния. Безусловно, это сложно. Без духовной практики это вообще невозможно, да, то есть тут как бы нужно, важно, чтобы человек начал обращаться, то есть где-то брать силы для решения этой задачи. Есть же, вот я забыла, как его зовут, без рук, без ног, вот самое известное, он читает тренинги, он пишет книги, то есть у него там как-то... Да, 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 да. Но это же прекрасный пример, таких примеров на самом деле много, то есть важно, ты просыпаешься, то есть и пойдешь ты в рай или в ад, это только твой выбор, то есть это никто за тебя не решит, то есть это сможешь сделать только ты. Поэтому вот так потихоньку настраиваю людей. Какие-то люди, которые, они готовы работать, они приходят уже с готовностью и что-то выполняют, и самое главное здесь принять, принять свою природу, принять свою особенность, разобраться, для чего дана эта ситуация, почему она дана. Ну и, конечно же, развивать вот эти духовные практики, потому что силу можно получить только там. Есть, безусловно, у меня были много людей с одинаковыми заболеваниями, допустим, заболевания шеи, очень часто обращаются с заболеванием шеи, то есть это связь нашего духовного, материального, то есть это как бы, ну, здесь мы там смотрим, что не дает шея говорить, нет, или да, то есть или обернуться назад, да, что-то, какая-то ситуация прошла, а я ее пропустил. Вот, и здесь как бы я с кем-то работаю, то есть мы увидели эту ситуацию, мы поработали, то есть сделали какие-то выводы, смогли посмотреть, то есть на эту ситуацию, и у человека к концу консультации прекращает шея болеть, а с кем-то я работаю-работаю, работаю-работаю, а выйти, мы так не можем, то есть как бы все зависит, что здесь абсолютно всё индивидуально. Тут, Настя, можно я разберу? Вот один вариант – это обида. Почему так сладко обижаться? Потому что, допустим, страх – это адреналин, злость – это норадреналин. Это определённые гормоны. А обида – это не эмоция. Это такая совокупность эмоций, то есть это такая поведенческая реакция, манипулятивная. Она организму нашему очень выгодна, потому что здесь происходит несколько эмоций, задействовано, и мы испытываем несколько гормонов, и чаще там задействован ещё окситоцин, гормон любви. И человек начинает, ему очень нравится обижаться и очень нравится проявлять эту жалость к себе. И это определённо, в психосоматике считается обидой, это как наркотик, с него слазить очень сложно. То есть обида – это такая сублимация любви, получается? Да, да, да. То есть мы обидой себе реальную любовь замещаем просто. Да, да, да. И вот это вот как бы получается, а организму это приятно, и поэтому это получается как привязанность. То есть человек просто начинает всё время обижаться. Да, и тут как бы, ну, его выбор, либо он хочет расти, но всегда это рост, да, это, безусловно, духовная практика, потому что просто так никто ни для чего, да, не хочет делать. Вот, вот. Ещё одна тема, можно я у тебя спрошу? Да. Вот лишний вес, да, для многих женщин это актуально. И вот какие психосоматические причины лишнего веса, и как из этого выходить? Лишний вес, да, это очень такая интересная тема, много у меня женщин было в консультировании. Самое базовое, да, здесь, в лишнем весе, это защита. Это доказано, на самом деле, доказано в обычной медицине. То есть, допустим, человек уезжает куда-то там в Сибирь, да, живёт. То есть, допустим, у меня даже подруга так делала. То есть она уезжала, уехала там она, она и ещё один человек в ближайшей деревне, там через 300 километров, да, а здесь она всё время боролась с лишним весом. А туда уехала на научные исследования. И здесь она там ела клетчатку, всё как положено, после шести не ела. А там, она говорит, ну, там не выберешь, там ты знаешь никакой клетчатки, макароны и больше ничего, да. Вот, и там она похудела на 10 килограмм. И она говорит, ну, и медицина это доказана. То есть человек, когда приезжает куда-то в деревню, он начинает худеть, потому что ему меньше от кого и от чего нужно защищаться. Лишний вес, это, ну, чаще всего, да, 90% нужно искать от кого и от чего мы защищаемся. И самое важное здесь в заболеваниях нужно понимать, всегда, когда я начинаю работать с человеком, и если вдруг, ну, да, кто-то сам захочет посмотреть, найдите момент, когда вы начали поправляться. Что случилось перед этим, да, и в этом и есть на самом деле секрет. То есть любого заболевания, то есть оно не вдруг вот копилось-копилось, и в какой-то момент вдруг решило на нас нагрянуть. Нет. Что-то случилось, что будет подсказкой. Лена, смотри, а вот, допустим, очень многие женщины, они вот до беременности, да, лишнего веса не было, а после беременности всё, уже никак исправиться не может, уже исправиться с этим не можешь. У меня самой каждый ребёнок, да, из троих моих детей, он мне давал плюс 10 килограмм. Всегда. То есть и потом у меня просто вот где-то в четвёртому, там, пятому году ребёнка я могла в какую-то только норму прийти более-менее. Но сразу вообще никак не получалось. Хотя у меня были обратные примеры какие-то совершенно фантастические, когда женщина в теле после рождения вдруг становилась 42-го размера. Но у меня вот другая ситуация. Ну и вот как здесь есть какие-то психосоматические причины или что? Да, 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 я много таких женщин консультировала. Ну а здесь как бы тоже у всех разные причины. То есть чаще всего это было, например, у нас у женщин защита от мужа, защита от других людей. То есть женщина, что выходит с ребёнком, начинает с ним наслаждаться, да. То есть это ребёнок, и я хочу ему посвятить всё время. А тут ещё муж со своими этими, да. То есть человек начинает отгораживаться. То есть часто у нас у женщин мы выявляли такую причину. То есть у себя, например, я после родов именно такую причину, да, выявила. У некоторых, то есть в Ирвее, да, хорошо знаешь, да, то есть люди, то есть вот вообще жир, да, это же любовь, да, то есть это определённый канал любви. То есть и здесь важно ещё, то есть у некоторых женщин, то есть мы в чём разбирались, то есть это любовь, которую они себе взяли. То есть вообще с полными людьми всегда приятно, да, они такие все добрые, то есть у них есть способность любить, большая способность любить. И вот рождается у женщины ребёнок, и она проявляет к нему вот эту вот любовь. Возможно, если она поправляется слишком патологически, то она, значит, что-то не додает. Значит, где-то она, возможно, ущемляет права ребёнка. Либо она должна эту любовь куда-то распространить, то есть если она есть. Лишний вес — это всегда вот эти три причины. Это защита, это проявление любви, то есть посмотреть, насколько я проявляю любовь, или я, возможно, в каком-то эгоизме не додаю ребёнку, или как там раньше, да, положили в кровать и не подходите, да, пусть орёт. Или жадность, да, то есть жадность тоже как бы, да, вот это всё, все накопления в организме, любые, да, скопления, какое-то проявление жадности. Вот. Скажи, пожалуйста, ну, да, ответила. Спасибо большое. Мне, на самом деле, как нам... Какие-то есть правила безопасности, да, что нам делать, на самом деле, то есть чтобы нам предотвратить вот эти вот заболевания, потому что, как ты уже правильно сказала, мы всё равно, мы живём в материальном мире, не идеальном абсолютно, и, естественно, у нас существуют наши и эмоции, и накопленные эмоции, мы от этого никуда не уходим. И что нам делать? Как нам себя вести для того, чтобы оставаться здоровым? Какая профилактика? Потому что, опять же, вот в Юрведе, да, самое важное не лечить болезни, а профилактика болезней, да, любых, чтобы не заболеть. Очень важно именно вот это делать. Да, здесь я вот очень хотела, потому что цель-то моя, чтобы хотя бы кто-нибудь, да, после сегодняшнего нашего выступления, да, стал более здоровым. Ну, это принесло бы мне, конечно, радость. Вот, поэтому первое, это нужно понимать о законах. То есть у нас есть дневное пищеварение, есть ночное пищеварение. Ночное пищеварение — это как раз ментальное. То есть это мы перевариваем эмоции, которые мы накопили за день. И сон, как говорят мудрецы, да, сон — это профилактика смерти. Профилактика, говорю, репетиция. Репетиция смерти, да. То есть что мы должны сделать, да, что делают священники перед смертью, да, то есть они отпускают какие-то грехи, то есть люди отпускают, и люди благодарят кого-то, да. То же самое здесь, да, то есть я говорю, это, ну, из писания, да, из йога Патанджили, то есть там объясняется, как нужно делать, да, чтобы наш ум функционировал правильно. То есть перед сном, ну, когда у нас накапливается вот это вот ментальное непереваривание эмоций, то есть мы вот это вот, неуверенность в себе, невозможность быть таким, какой я есть, это постоянная неудовлетворённость, чувство вины, я плохая, у меня не получается, нерешительность, то есть вот это всё признаки ментальной вот перегруза, то есть всё, как бы ум уже ничего не разбирает. То есть, ну, замечали, что мы, допустим, перед сном ложимся, с каким-то вот вопросом просыпаемся, а ситуация уже как бы прошла, да, это значит, ну, как бы ум хорошо ночью поработал. Вот чтобы он хорошо работал, перед сном нужно обязательно сделать вот такие вещи, то есть нужно найти пять вещей, людей, за что мы можем поблагодарить, кого мы можем поблагодарить. Это очень важно, это переводит нас из состояния претензий, да, в состояние благодарности. То есть это на самом деле, да, неблагодарность и уныние, это самые два больших греха. То есть когда мы начинаем благодарить кого-то за что-то, за улыбку, за какую-то ситуацию, за какие-то знания, за что-то ещё, то есть у нас уже получается, да, радость, ложимся с радостью, просыпаемся с радостью. потом поблагодарить Бога минимум за пять вещей тоже мы не замечаем того, что мы едим, что у нас есть руки, ноги что я смотрю, что я вижу что я слышу, что я вижу прекрасные цветы мы тоже это принимаем как само собой разумеющееся здесь тоже поблагодарить и отпустить, как священнику отпускают грехи, если мы будем ежедневно это делать, то есть скопилась какая-то ситуация, просто как рекомендуют мудрецы отпускайте в реку, представьте как течет река отпускайте все ненужное я полый и пустой, моя природа моей души, это любовь и все остальное, это как бы от моего эгоизма от моих вот этих вещей отпускайте ненужные вещи но сильные обиды здесь уже придется конечно хотя бы начинайте с таких слов этот человек, на которого я обижаюсь он так же как и я ищет счастье в этом мире, этот человек так же как и я ошибается этот человек так же как и я пытается сделать все наилучшим образом то есть когда ты ставишь такое сопоставление, что он так же как и я что он не хочет причинить тебе зла он хочет причинить себе добро то есть он хочет, чтобы ему было хорошо он тебя не хотел обидеть то есть и тогда, когда ты вот делаешь вечером этот простой ритуал который рекомендуют то есть ты даже, ну вот когда я начала его делать я стала очень рано вставать мне перестало хотеться спать да, то есть как бы все же пыталась там насильно как-то себя поднимать то есть я засыпала вот в этом спокойном состоянии стала просыпаться в спокойном состоянии вот, еще несколько да, есть у нас время еще? да, 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 у нас еще есть вот, я бы хотела про то, что надо учиться ну, на нулевом уровне, да, когда человек еще совсем на нулевом уровне просто начните отслеживать отслеживание эмоций это уже 50% потому что если я отследил эту эмоцию ага, да, это страх то есть даже если мы произнесли мы уже отделили эту эмоцию да, то есть старайтесь отслеживать эти эмоции старайтесь задавать вопрос как говорят, если я задаю вопрос за что это сразу же записывается ко мне на подкорку если я задаю вопрос для чего чем я притянул эту ситуацию чем я именно притянул вот ни на кого не ругались А вот именно у меня, допустим, украли сумку, а у кого-то не украли. Чем я-то? Какими своими действиями я притянула эту ситуацию? И для чего мне эта ситуация дана? То есть это сразу переключает нас из позиции наблюдателя, то есть позицию того, кто может решить. И вот так может решать человек, то есть позиция осознанности. Когда я осознанна, я могу это делать. Потом вторичные эмоции. Их нужно стараться останавливать, то есть понимать, что это не просто я разрушаю сейчас свой организм. Я здесь и сейчас. Прошлого нет, будущего нет. Есть только здесь и сейчас. Возможно, да, как бы и будущее не наступит, и прошлое уже прошло. Поэтому я здесь и сейчас, и скандала уже нет. Я могу сделать какие-то выводы и для себя вывести пользу из этой ситуации, для того, чтобы продолжить рост. Если не получать, я понимаю, что эмоции захлёстывают, остановить очень сложно. Мудрецы говорят, что нужно петь. Петь мантры, молитвы, то есть, ну, что-то такое. То есть, это переключает моментально. Да, киртаны, то есть, что-то... Ну, то есть, когда ты начинаешь. И дыхание. То есть, это звук... Я как раз хотела сказать про на яму какую-то делать. Мне очень про на яму помогает. Я подышала, и сразу всё прошло. Да, бастрика вот эта, да, быстро, когда выдыхаем, то есть, да, резко. То есть, мы выдыхаем прямо. Мы же просто Нади Шотхана, когда ты из одной правой, левой ноздря, да, или мы хотим успокоиться, например, через левую ноздрю, да, лунную ноздрю подышать, тоже очень хорошо помогает. Да, да, да. Вот, ну, как бы две вещи, да, которые меняют нашу карму. Это звук, и через дыхание мы можем останавливать, да, успокаивать свою. Да, через звук, через вибрации мы можем менять. То есть, мы можем укреплять просто разным, да, и дальше уже действовать. Потом, ну, вот принятие, я сказала, и... Ну, стараться выпускать. То есть, на самом деле, вариантов масса. Можно, не знаю, кричать в подушку, можно, не знаю, танцевать. Можно у меня у подруги трое детей, да, и она, когда приходит муж, она уже стоит в кроссовках, открывается дверь, и она просто бежит. Ну, как вообще, на самом деле, в йоге говорят, что... Я ее понимаю. Да, то есть, она, на самом деле, говорят, что проблема нашего века в том, что мы перестали физически как-то заниматься, да, то есть, говорят, что три раза в неделю минимум до пота, да, то есть, это помогает выводить. То есть, ну, женщинам спорт, да, это какое-то танцы, танцы до пота. Вот, а что сейчас все, все механизировано, люди сидят, и отсюда вот это напряжение, то есть, они не умеют выводить это напряжение, да. Можно рисовать, арт-терапия, сказка-терапия, то есть, вариантов масса, то есть, с детьми я работаю, то есть, просто даже со своими, то есть, я им предлагаю, либо мы кричим весело в подушку, либо мы что-то рисуем, он рисует свою обиду, и это так интересно получается, они так рисуют, они такие вещи рассказывают, прям вот как мудрецы, не меньше. И, ну, конечно, не надо забывать, что это, как бы, любую эмоцию можно трансформировать в любовь, да, как говорят мудрецы, то есть, по крайней мере, надо к этому стремиться, понимая, что любовь — это глагол «отдавать», то есть, любовь — это отдавать, на самом деле, да, а вожделение — это брать, и, ну, как бы, следить за тем, чтобы я вот старался эту энергию, да, то есть, если у меня есть гнев, не надо его давить, он приведёт к болезни, нужно его использовать туда, где он сейчас нужен, то есть, если дана тебе энергия, всегда есть, куда можно её применить? Можно этот гнев не на детей кричать, а использовать, например, разорвать отношения, которые не хватает сил разорвать, сказать «нет», где ты должен сказать «нет», да, выставить какую-то свою границу, направить на какую-то, возможно, там, не пройти на улице, где нужно, да, возможно, как-то защитить, помочь бабулечке, да, то есть, направить просто вот эти вот эмоции во благо, потому что ими тоже нужно, нужно и можно действовать. Ну вот, вроде ничего не забыла. Да, ещё бы хотела сказать, что каждый может смотреть, то есть, есть справочники заболеваний психосоматических, да, это Луиза Хей, Лиз Бурбо, Синельников, то есть, много, да, но, как бы, я предпочитаю Лиз Бурбо, она более вот такая прям вот адекватная к нашему веку, да, к нашему, к любому уровню человека, то есть, она разбирает любой уровень, да, от ментального, эмоционального до духовного, то есть, ну, как-то вот мне ближе, да, вот её справочник, то есть, да, и каждый человек может поговорить со своей болезнью, осознать, когда она пришла и что перед этим случилось. Скажи, пожалуйста, вот у нас уже буквально несколько минут осталось, я ещё хотела спросить про питание, всё-таки, как ты считаешь, питание в нашей жизни играет роль или нет? Ты как врач... Огромно, огромно. У меня такая актуальная тема, то есть, мы тоже можем же изменить нашу энергетику, да, через питание? Конечно, нет, это отдельная тема, я даже не стала сегодня затрагивать, потому что я знаю, что вы большой специалист в этом вопросе, на самом деле это очень важно, вот сейчас лето, и я вот прям вот хотела бы всех вдохновить немного, то есть, что такое норма питания? Это 60%, да, с медицинской точки зрения, я сейчас говорю, 60% сырой пищи, да, ну, где мы едим 60% сырой пищи, это раз в год очищение организма, это раз в неделю, разгрузочный день, пищевая пауза, да, это даже называется пищевая пауза, прекрасное название, для того, чтобы организм за этот день просто переварил что-то, какие-то токсины, которые скопились, да, то есть, чтобы он просто, вот, он не будет отдыхать, он просто поможет вам стать чище, моложе, красивее, да, то есть, это на каком-то монопродукте, да, то есть, я ем только фрукты, например, или там, ну, каждый, да, человек выбирает, какой-то подбирает себе, то есть, ну, постараться либо это монопродукты, либо это, ну, минимум 2 литра жидкости, да, это минимум, и сейчас лето, можно вот, ну, просто неделю-две поесть фрукты, овощи, и это очень сильно очистит ваш организм, вы увидите свое лицо без морщин, вы увидите свой уровень, свои энергии, это очень важно, да, спасибо, Настя, что вы задали такой вопрос, потому что... Да, мне кажется, что это, это на самом деле нам дает тоже уровень осознанности очень сильно повышает, когда мы очищаемся от токсинов на физическом уровне, мы как раз ментально, нам гораздо легче уже начать какие-то процессы, там, практиковать, тоже пронояму, практиковать благодарность, практиковать какие-то медитативные практики, да, и звукотерапии, потому что я всегда говорю своим клиентам, что давайте начнем с тела просто, потому что это проще всего, но физический уровень, он, наверное, ну, самый простой, иногда человек не может вот как раз подойти к каким-то ментальным вещам, именно потому, что тело ему мешает, вот, поэтому вот, так что вот как-то так. Да, 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 я на самом деле спрашивала у пациентов онкологические, которые излечились, да, с четвертой стадии, например, это всегда была работа с телом, то есть это всегда было, они какие-то проводили очищающие там соками, да, то есть только на сыроедение переходили, то есть... Есть такая терапия, герсон-терапия, сокотерапия, которая лечит онкологию. Леночка, спасибо тебе огромное, я очень счастлива, что ты к нам сегодня пришла на передачу, я надеюсь, не последний раз, потому что у меня есть ощущение, что у тебя потенциал, у нас с тобой для беседы очень огромный, и я напоминаю, что с нами сегодня была Елена Гнатенко, врач-онколог из Санкт-Петербурга, психолог, консультант по глубинным причинам заболеваний, жена, мама, просто красивая женщина, удивительный специалист, и она помогает решить огромное количество проблем, я знаю, не понаслышке, я видела ее пациентов, видела ее выступление, если у вас какие-то возникнут вопросы, обязательно обращайтесь к Елене, с вами была Анастасия Хрущинская, Елена Гнатенко, и программа «Женская гостиная», мы выходим в эфир на волнах радио, интернет-радио «Сангейтс» по четвергам в 9 утра по времени Сан-Франциско, 19.00 по московскому времени, и 11.00 по времени Чикаго, Лен, спасибо еще раз, я благодарна тебе, что ты нашла время в твоем графике с маленькими детьми и уделить нам это интервью провести. Спасибо вам, Анастасия. Спасибо, до свидания. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова